Приветствую всех! С вами Олег Саламаха и это рубрика «Техника расчета вариантов». Рубрика, в которой мы с вами учимся постигать технику расчета вариантов, учимся понимать, что такое ходы кандидаты, как их находить и усиливаем свою игру. Мы с вами уже разобрали в двух выпусках такие темы, как счет и тактика, а также начали изучать важнейшую тему для техники расчета вариантов – это ходы кандидаты. Сегодня мы с вами, друзья, посмотрим тему, связанную с ходами кандидатами, то есть это будет продолжение рубрики «Ходы кандидаты», но она будет называться так – «Упущенные ходы кандидаты» или «Упущенные возможности». Польза прочного знакомства с простейшими принципами расчета вариантов заключается не только в том, что оно позволяет играющему находить многие скрытые возможности, но и в том, что такое знакомство помогает не упускать из виду и неприятные сюрпризы со стороны противника. Следующие примеры, которые мы с вами посмотрим, покажут, какими проблемами могут обернуться подобные сюрпризы, то есть неожиданные ходы кандидаты, упущенные даже для очень сильных шахматистов. И позиция, которую вы видите сейчас на ваших экранах, возникла в 2004 году в Майорке. Белыми играл Борис Гельфанд, супергроссмейстер из Израиля, черными играл Кирилл Георгиев, сильный гроссмейстер из Македонии. Позиция черных выглядит крепкой, и к тому же у них сейчас лишняя пешка. Однако легкие фигуры белых, поддержанные ферзем и ладьей, угрожающе расположились в центре доски, и черным не следовало недооценивать этот фактор. Тем не менее, опытнейший и очень сильный болгарский гроссмейстер, пожалев, надо полагать, своего чернопольного слона, который сейчас, как мы видим, атакован белым конем, необдуманно сыграл конь бьет Д5. Гораздо сильнее был развивающий и укрепляющий позицию ход слон Е6. Черные просто выводят фигуру, нападают на коня на поле Д5, ну и в случае конь бьет Е7, да, белые получают преимущество двух слонов, но у черных есть к тому же лишняя пешка, то есть компенсирующая этот, скажем прямо, небольшой недостаток позиции. Но Кирилл Георгиев сыграл конь бьет Д5, думав, что все отлично. Теперь же в результате тактического упущения заметим, что черные не подставили под бой фигуру, а напротив позволили сопернику сделать ход, который они пропустили в своих расчетах. Теперь неожиданно позиция черных резко ухудшается. Последовал непредвиденный удар, конь бьет Ф7. Этот удар, а вернее промежуточный ход, оказался неожиданностью для Георгиева, поскольку сразу же последовал еще один неудачный ответ, который стал решающей ошибкой. Король бьет Ф7. Такой ход событий очень типичен. Новые проблемы, неожиданно свалившиеся на голову, часто лишают игрока психологической устойчивости. Причем как раз в тот момент, когда ему нужно принимать ответственные решения. К поражению на самом деле приводил и ход Ферзь Б6. Уводя Ферзя, нападая на пешку на поле Б2, слон бьет Д5, слон Е6, ферзь Х5, ладья Ф8, ладья бьет Е6, удар, конь бьет Е6, ладья Е1, и от смертельной связки черные погибают. Ладья бьет Ф7, ладья бьет Е6, и все. Здесь уже, соответственно, песенка черных спета, поскольку ферзь атакует ладью, слон атакует ладью, ладья атакует ферзя, дальше будут скрытые удары грозить, ладья бьет Е7 и так далее. Но мы с вами еще вернемся к этой позиции, друзья. Итак, король бьет Ф7. Черные пока ничего не думают, ну а вы можете внимательно посмотреть на данную позицию и попробовать найти сильнейший ход за черных, который, этот ход сразу скажу, является, опять же, неожиданным, неожиданным ходом кандидатом, который имелся в распоряжении черных. И чтобы его найти, нужно ответить всего лишь на один вопрос. Конь на поле Д5 все равно труп. Он атакован слоном и конем. Ой, слоном, вернее, и ферзем с поля Д1. Поэтому в распоряжении черных имелся очень интересный, симпатичный ударчик. А какой? Мы с вами посмотрим это в конце, а сейчас посмотрим, что случилось в партии. Итак, после конь бьет Ф7, король бьет Ф7, слон бьет Д5, шах, король Ж6. Пришлось королю выходить в чисто поле. Выясняется, что сразу проигрывает, например, слон Е6 или конь Е6, ввиду ферзь Х5, шах, король Ж8, ладья бьет Е6, конь бьет Е6, слон бьет Е6, король Х8. На король Ф8 следует мат с поля Ф7. Ну, а здесь просто слон Ф5, и мат ставится очень просто, поскольку поле Х7 черные не в состоянии защитить. Итак, после короля Ф8, ферзь Х5, слон Е6, ладья бьет Е6. Мы с вами также это все рассмотрели, и это также все проигрывает. Поэтому после слон бьет Д5, король Ж6, единственный ход. Теперь накат белых идет безостановочно. Ладья Е5. Еще один сильнейший ответ. угрожает просто ферзь Х5 мат в один ход. Слон Ф5, единственный ход, но он не помогает. Не помогает и ход Х6, казалось бы, форточка, но теперь вы можете поставить видео на паузу и рассчитать длинный форсированный вариант, ведь у нас тема техника расчета вариантов, в котором белые побеждают. Ну, а я продолжаю. Думаю, для всех это будет полезно. Итак, белые побеждают путем ферзь Х5, шах, король Х7, и теперь подключают слона к атаке ходом слона Ф7. Атаковано ладья дважды. Нужно ладье куда-то уходить или защищать. Тут неважно уже, куда ладья уходит или защищается. Главное, что мы завоевываем поле Ж6 для ферзя и после короля Х8 наносим разрушающую жертву слон бьет Х6, после чего позиция черных сразу же рассыпается. Здесь, конечно же, белые побеждают. Итак, ладья Е5, слон Ф5, но ладья бьет Ф5. Здесь уже несложные варианты. Король бьет Ф5, ферзь Х5, шах, слон Ж5. Совсем плохо, как король Ф6, ферзь Ж5, мат, так и Ж5, ферзь бьет Х7, шах, король Ж4 и мат красивой пешкой, Ф3, мат. Итак, ферзь Х5, слон Ж5. Объективно говоря, самое время было сдаваться, но черные, возможно, были шокированы стремительным разворотом событий и хотели испить, что называется, эту чашу до дна. Ферзь бьет Х7, шах, король Ф6. Если сыграть Ж6, то ферзь Х3, шах, король Ф6, слон бьет Ж5, шах, король бьет Ж5. Ферзь Х4, шах, король Ф5 и ферзь Ф4, мат. Вариант полностью форсированный. Ферзь бьет Х7, король Ф6. Слон бьет Ж5, король бьет Ж5. И сейчас позиция возникла вот такая. Поставьте обязательно видео на паузу, ведь перед нами очень удобный случай потренироваться в технике расчета вариантов. Мы сейчас видим, что у белых не хватает целой ладьи. У черных король гуляет в чистом поле. Но если мы не сможем найти здесь форсированный выигрыш, материала или мата, то черные смогут отбиться и реализовать свой материальный перевес. Итак, слон Ф7 сыграл в партии Борис Гельфанд. Этот ход также побеждает. Но помимо хода в партии, белые имели в своем распоряжении следующие форсированные возможности. Ф4 шах, всегда, запомните, всегда следует рассчитывать варианты сфорсированных ходов, взятий или нападений. Король Ф6. Если король Ж4, то ферзь Ж6 шах, король Х3 и ферзь Ф5 мат. Итак, Ф4 шах, король Ф6. Ферзь Х4 шах, король Ж6. Нетрудно убедиться, что все ходы за черных единственные. Ф5 шах, король бьет Ф5, ферзь Ф4 шах, король Ж6, слон Ф7 шах, король Х7, ферзь Ф5 и мат на следующем ходу, верзем с поля Х5. После Ф4 шах, король Ф6, значит, мы с вами это все разобрали, ферзь Х4 шах, теперь, какие еще есть возможности? Ферзь бьет Ж7 шах, была возможность также, король Ф5, ферзь Ф7 шах, король Е5, ферзь Ф6 проигрывает ферзя, ввиду Ж4 шах, король Е5, ладья Е1, и черные остаются без ферзя. После ферзь Ф7 шах, король Е5, ладья Д1, тихий ход промежуточный и угрожает мат пешкой, практически мат пешкой, ну и отскок из слона и так далее. Но этот вариант, опять же, сложный, зачем это нужно все считать? Хотя видите, что в этой позиции есть множество путей к победе, и действительно, глаза могут разбежаться. Но здесь видно, что, несмотря на то, что не хватает ладьи, черные абсолютно беспомощны. Например, конь Д3, тогда слон бьет С4, и белые вновь побеждают, поскольку король у черных гуляет. Мы съедим на поле Д3, здесь уже у нас будет не хватать качества, но взамен еще и три пешки, и все равно позиция черных вдрызг проигранная. Но не стал связываться со всем этим Борис Гельфантом, он просто сыграл слон Ф7, нападая на ладью, нападая на пешку. После ферзь Д6, если сыграть, например, угрожает еще и ферзь Х5 мат, не забываем. То есть слон Ф7 это не только нападение на ладью и нападение на пешку, но еще и угроза мата. Ферзь Д6, значит, если ферзь Ф6, то ферзь Х5 мат. В этом и заключается, соответственно, такая вот интересная идея. Итак, ферзь Д6, ферзь бьет Ж7, шах, король Ф5, слон бьет Е8. И здесь черные сдались, поскольку атака продолжается страшная, ну а на ладья бьет Е8 следует ферзь Ф7 с двойным ударом на короля и на ладью. Здесь уже белый остается с лишним качеством и абсолютно выигранной позицией. Теперь, друзья, вернемся к ходу. Конь бьет Д5, ошибки черных. И после конь бьет Ф7 проанализируем это положение поподробнее. Здесь, на самом деле, черные вовсе не обязаны были проигрывать. В их распоряжении был очень сильный контрудар, который они не заметили, а именно ход конь Е3. Что теперь делать? Проблема в том, что теперь конь ушел из-под удара, слона на поле Д5 и ферзя, и одновременно сам напал на ферзя. С другой стороны угрожает размен ферзей, и вариант после конь бьет Д8, конь бьет Д1, ладья бьет Д1, конь Д3. Здесь у черных даже перевес, на самом деле, получается в вариантах, то есть у них позиция даже здесь получше, поскольку конь на поле Д3 очень сильный, нападение на ладью, на слона, на пешку, конь висит у белых, короче, сумасшедший дом. Поэтому после конь Е3 надо играть, ферзь бьет Д8, тогда слон бьет Д8, висит конь, конь Д6, конь Д3, ладья бьет Е3, ладья бьет Е3, слон Бьет Е3, слон Е6, и здесь черные получают контур игру, но шансы у белых все-таки выше. Сейчас, как мы видим, они могут выиграть пешку на поле Б7, но взамен пока висит пешка на поле Б2. Позиция получается сложная, неясная, ну а компьютер говорит, что у белых небольшой перевес. Но согласитесь, что все это было намного лучше, нежели тот ураган событий, который случился в партии, после конь бьет Д5, конь бьет Ф7 и взятие король бьет Ф7. Конь Е3 был очень красивый контрудар, это опять же был упущенный ход кандидат при расчетах, ну а здесь же получился вот такой вот, можно сказать, ураганный разгром с красивыми жертвами и дальнейшим вот таким вот простым выигрышем. Нетрудно убедиться, что все ошибки черных в этой партии происходили на стадии выбора хода кандидата, либо за противника, либо за себя. Этот вывод кажется достаточно очевидным, но прежде чем его окончательно делать, посмотрим еще один пример. Идем дальше. Позиция, которую вы видите на экране, возникла в 2004 году, на том же супертурнире в Майорке. Белыми играл Пентала Хари Кришна, черными играл Александр Шабалов. Итак, белые играют Слон бьет Е6. Перед нами острая позиция со множеством взаимных угроз. В подобных случаях на передний план выходит расчет вариантов. Выбор у черных не очень велик. Сразу видно, что бить слона им невыгодно. И отступление ладьей тоже невыгодно. Их не так-то много. Например, на ладья Д8 следует слон бьет Д4, СД, ладья Ж3 и у белых просто лишние качества. Поскольку они все защитили, у них отличная позиция. Итак, после слона бьет Е6 выясняется, что единственной клеткой для ладьи является поле Ф8. В этом случае после ладья Ф8, ферзь Ж3. Заметим, что у черных мощнейший накат на пункт на поле Ж2. Но сейчас ладья связана, ладья уйти не может по причине того, что висит мат на поле Ж7. Конь Х5, защищаясь от мата. Ферзь Ж5. Ладья Д2. Ладья Ф3. Ладья бьет Б2. Ферзь бьет Х5. И возникает очень сложная позиция, в которой шансы черных после хода А6 по меньшей мере не хуже. Позиция, как мы видим, примерно равная, то есть полностью материальное равновесие. У черных атака, у белых атака, но пока решающих продолжений не видно. Итак, после слон бьет Е6, вместо этого черные решили не тратить времени, то есть на ход ладья Ф8. А сыграли конь бьет Ж2. Кажется, что ход очень логичный, и зритель может действительно задать резонный вопрос. Почему бы не забрать пешку на поле Ж2? Ведь угрожает отскок коня и мат по диагонали А8, Х1. Тем более, что у черных здесь такая мощнейшая батарея. Понятно, что ладью сейчас брать плохо. Ввиду варианта слон бьет С8, конь бьет Е3, слон бьет Б7. И все было бы здесь замечательно у белых, но находится промежуточный ход. Ладья Ж4 и шаг, который также мог быть упущен где-то в расчетах. И выясняется, что приходится отдавать ферзя. После ферзь Ж3, ладья бьет Ж3, ФЖ. Теперь уже мы забираем слона. И получается так, что висит ладья, висит слон. И сразу же терпят огромные материальные потери. Но последовал непредвиденный ответ, а именно ход Ф6. Этот ход явно был упущен в расчетах. И опять же, это тот случай, когда даже сильнейшие шахматисты, гроссмейстеры, упускают из вида такие вот, можно сказать, промежуточные ходы кандидаты. Важно то, что для белых он является одним из всего лишь двух возможных ответов. То есть, ходов кандидатов. Какие еще есть ответы у белых? Важно то, что слон бьет Д4 приводил только к ничьей. После конь бьет Е3, угрожает мат на поле Х1. Слон бьет Ж7, шаг. Король бьет Ж7. Ферзь Ж3, шаг. Король Ф8. Отмечу, что опять же, нельзя нигде брать коня, ввиду того, что мат на поле Ж2 висит. Ферзь Ж8, шаг. Король Е7. Ферзь Ж5, шаг. Король Д6. Ферзь Ж3, шаг. Король Е7. Ферзь Ж5, шаг. И белые не в состоянии ничего сделать, кроме как объявить вечный шаг. Поскольку им всегда висит мат на поле Ж2. Итак, после конь бьет Ж2, мощнейший ход Ф6 был упущен в расчетах. Его идея становится очевидной. Теперь ладья никуда не может уйти по причине взятия пешкой. И это будет мат. Ведь пешка поддержана слоном с поля Б2. Да, позиция сложная. Но мы с вами действительно здесь изучаем сложный материал. Итак, Ф6. Ход был упущен в расчетах. Что теперь делать черным? Продолжение в партии должно было принести белому форсированный выигрыш. Ж5. Если конь бьет Е3. Что посмотрим в этом случае будет. Итак, конь бьет Е3. ФЖ. Король бьет Ж7. И ферзь Ф6 мат. В этом заключается как раз идея хода Ф6. Видите, какой получается симпатичный мат черным. Ж5. Поэтому черные пока уводят пешку из-под удара. Но теперь ладья становится намертво связанной. Ф7. Конь Ф4. Угрожает мат на поле H1. Белым. Слон Д5. Ход единственный. Нужно перекрываться. Ферзь бьет Д5. Вновь ход единственный. Нельзя забирать ладьей. Потому что ладья связана. И нельзя забирать конем. По причине того, что ферзь превращается. И просто мат будет. Сразу же черным. Итак, ферзь бьет Д5. И здесь последовала ошибка. Со стороны белых. Взятие ладьи слон бьет Д4. Настала очередь белых сыграть не точно. Всему виной, конечно же, был цейтнот. Впрочем, ошибаются они в расчете относительно непростого варианта. Кроме того, выигрыш все еще не упущен. Хотя и осложнен. Прямой выигрыш заключался в ходе ладья Е8 шах. Теперь что делать? Если брать ладью, то мы превращаемся в ферзя. А если король Ж7, то тоже превращаемся в ферзя. У белых два ферзя, но после король Ж6 возникает фантастическая ситуация. Все равно висит мат. Причем как с поля Х1, так и с поля Х3 конем. Важный элемент. Ферзь С2 шах. Король Х5. К мату ведет и ладья Д3. Тогда ферзь Ж7 шах. Король Ф5. Ферзь бьет Д3 шах. Ферзь бьет Д3. Ладья Е5 шах. Король Ж4. Ладья бьет Ж5. Король Х3. Ферзь Х6. Конь Х5. И ферзь бьет Х5 мат. Черные, как мы видим, в этой позиции первыми получают мат. После ферзь С2 шах. Король Х5. Ферзь бьет Х7 шах. Король Ж4. Ладья бьет Ф4 шах. Ладья бьет Ф4. Х3 шах. Король Ж3. Ладья Е3 шах. Ладья Ф3. Ферзь бьет Ф3 шах. Ферзь бьет Ф3. И красивейший мат слоном. Слон Е5 мат Все это нужно было посчитать Варианты достаточно форсированные Причем я бы сказал полностью форсированные То есть на один ответ белых Имеется ровно один ответ черных То есть это был форсированный мат Но белые находились в цейкноте Они спешат забрать ладью Слон бьет Д4 шах ЦД Ладья Е8 шах Король Ж7 Ф8 ферзь Возникает вновь сумасшедшая позиция Где у белых два ферзя Но после король Ж6 Угрожает мат с двух полей С поля H3 И с поля H1 Больше опасных шахов черному королю нет Поэтому единственный ход ферзь F3 У белых Приходится отдавать ферзя назад Ферзь бьет F3 Ферзь G8 шах Король H6 И надежда здесь не обманула черных Белые совершают грубейший ляп Ладья Е6 шах играют И это грубейшая ошибка Кажется, что черные вроде бы получают мат После короля H5 Ферзь бьет H7 шах И король H5 Так и сыграли черные Очень силен был обоюдный цитнот Выясняется, что грубейшим ходом Ладья Е6 Белые упускают Просто не только победу Но уже и ничью После конь G6 Выигрывали на самом деле уже Черные То есть Что теперь делать Непонятно Грозит мат Черные защитились Как мы видим от мата Все висит То есть на ладья бьет F3 Следует просто ладья бьет G8 И белые Здесь остаются С ладьей За две легких фигуры У черных Причем у черных еще и мощнейшая пешка У белых ладья атакована Можно конечно где-то Какой-то шах дать Ну тогда король G7 И нету шаха на поле G7 Вот оно Важнейшее обстоятельство Черные консолидируют свои силы И должны в этой партии Просто добиваться Победы на самом деле Потому что у них еще и две пешки лишних Итак Ладья Е6 Шах И вместо Простого хода Конь G6 Понятное дело Что Конь бьет Е6 Играть плохо В этом случае мы Уведем ферзя Из-под удара с шахом А затем заберем Ферзя Черных То есть в этом и заключалась Идея как раз белых Когда они дали шах ладьей Но Король H5 Черные поверили И теперь проигрывают партию Ферзь бьет H7 Шах Король G4 Ладья бьет F3 Слон бьет F3 И ферзь D7 Точный ответ После чего черные сдались На единственный ход Значит Ладья C1 Шах С идеей После король Ф2 Дать мат Конем С поля H3 Выясняется Что король Ф2 Конечно же Это плохо Это ужасно То есть Конь H3 И здесь получается мат Вот такой симпатичный Но Ладья Е1 Шах Ответный шах Скрытый шах И белые побеждают Такая вот очень удивительная Интересная Головоломная партия И вновь мы с вами видим Яркий пример того Что даже сильные Гроссмейстеры Из-за цитнота Или из-за недооценки Соперника Зачастую Упускают из виду Вот такие вот Красивые промежуточные Ходы Кандидаты Ну что ж Друзья На этом Мы с вами Заканчиваем тему Рассмотрения промежуточных Ходов кандидатов Отметим Тот факт Что Нахождение их Требует конечно же Большого мастерства И в следующей теме Мы с вами поговорим О рациональности Выбора Ходов Кандидатов То есть Что нужно делать Когда у нас есть Несколько продолжений Как выбирать Между Относительно Сложными Расчетами И относительно Простыми Как упростить себе Задачу Как тратить меньше Времени На расчет Сложных вариантов Все это вы увидите В следующих Выпусках Ну а на сегодня Если видео вам понравилось То ставьте лайки Подписывайтесь на канал Включайте колокольчик Чтобы не пропустить Новые интересные видео Из рубрики Техника расчета вариантов На сегодня же у меня все Играйте в шахматы Любите шахматы Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok